Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Против полигона жители Семеновского поселения вышли на народный сход. Развитая экономика, богатая культура и великолепная природа. Павел Молков в Москве представил регион в день Рязанской области на выставке «Россия». На переднем крае борьбы с преступностью сегодня день Следственного комитета. В сети появилось видео народного схода жителей Семеновского поселения Рязанской области. Местные активисты выступают против строительства вблизи деревни Агарково мусорного полигона. Вернее, сразу пяти. Неблагополучный участок расположен всего в 12 километрах от Рязани. По словам активистов, есть уже постановление Главного управления архитектуры и градостроительства, по которому искомые 60 гектаров переводят в зону складирования и захоронения отходов. Недовольство местных жителей вылилось в стихийный народный сход, на котором люди проголосовали категорически против подобных изменений. Кто против? Кто против? Все против. Против единогласно. 87 человек. Кто воздержался? Поднимите руки. Кто воздержался? Воздержался ноль. Второй вопрос, который ставится на голосование. Кто за то, чтобы обратиться с коллективным иском в Рязанский областной суд о признании незаконным постановления Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области, на основании которых создается зона захоронения и размещения отходов на территории Семеновского сельского поселения? Кто за? Единогласно. Кроме того, активисты разместили петицию с требованием остановить еще не начатое строительство полигонов под Рязанию. За сутки набрали почти 4 тысячи подписей. Мы будем следить за развитием событий. 12 января на международной выставке-форуме «Россия» стартовал День Рязанской области. Для всех посетителей провели различные мероприятия, посвященные региону. Подробности далее в сюжете. Мы начинаем День Рязанской области. Торжественную ноту Дней Рязанской области на масштабной выставке ВДНХ поддержали стихи Есенина и полет на воздушном шаре. Для посетителей Рязанского павильона приготовили массу активностей. Была и фотозона, где любой желающий мог сфотографироваться со знаменитыми рязанскими грибами. А экскурсоводы рассказывали, чем был знаменит наш регион раньше. О современных плюсах рассказывал, конечно же, губернатор Павел Молков. О изменениях конкретно в нашем регионе я мог бы рассказывать очень-очень долго, очень много. Потому что действительно большие, масштабные есть проекты, изменения, результаты. Но сегодня я расскажу о самом главном. В Рязанской области это развитая экономика, богатая культура и история. Это великолепная природа. Трудолюбивые люди, настоящие патриоты. И вот не зря Владимир Владимирович назвал Рязань сердцем России. Павел Молков отметил, что работа кипит по всем значимым направлениям. Создается комфортная среда для жизни. Укрепляется экономический потенциал, социальная инфраструктура, благоустраиваются общественные территории. Уже сейчас Рязанская область лидер во многих отраслях, в том числе в медицине. По снижению смертности трудоспособного населения. Глава региона рассказал о росте промышленности и рекордных показателях в сельском хозяйстве. Да, мы не Черноземья, но последние три года мы постоянно ставим рекорды по урожению зерновой. Также мы полностью обеспечиваем себя молоком, яйцами, другими продуктами. Тоже каждый год ставим рекорды. И работаем в том числе здесь и в другие регионы. То есть обеспечиваем продовольственную безопасность страны. Пока в главном павильоне презентовали достижения Рязанской области, в Доме русской кухни показывали мастер-класс по приготовлению рязанских блюд. Это и варенники из репы со сметаной, и кроваицы, сладкие грибы с гречкой и, конечно же, калинник. У нас вот из всего, что есть сегодня в день в Рязанской области на выставке России, наверное, самая бурная как раз дискуссия, больше всего обсуждалось то, что должно быть здесь на кулинарной презентации. Я знаю, что точно у нас профильные калинники. Мы в Морсе, врачи, поэтому еще раз хочу только представить, мы попробуем, в том числе и с калинками, с которыми мы сюда пришли. А попробовать было что. Калинник готовили именитые рязанские повара, ассистировали им ведущие артистки театра кукол. За час рязанский деликатес попробовали 5000 посетителей выставки. Столько блюд, столько поваров, все шефы, все главные, но есть изюминка, у них свои блюда, разработанные своими талантливыми ручками умом, на основе наших исторических блюд. И, конечно же, лицо – это калинник, рязанский калинник, и он здесь будет представлен двух вариантов – это классический и авторский. Губернатор подчеркнул, что Рязань еще носит статус столицы ВДВ. Легендарное рязанское десантное училище уже десятки лет готовит элиту российской армии. Сегодня многие военнослужащие находятся в зоне СВО, выполняют государственные задачи и мужественно защищают Родину. Павел Малков добавил, что в регионе уделяют особое внимание поддержке защитников Отечества. Открыт многопрофильный центр «Сосновый Бор», который представляет собой уникальный проект для семейной реабилитации участников СВО с широким спектром услуг. Посетить рязанский павильон можно в любой день на московском ВДНХ. Проработает он до 12 апреля. В регионе стартовал прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. Заявки будут принимать по 2 февраля этого года. Программа поддержки местных инициатив Рязанской области успешно работает с 2017 года. За период ее действия реализовано больше тысячи проектов, предложенных жителями региона. Это в том числе благоустройство мест отдыха и досуга, установка и ремонт памятников детских и спортивных площадок, ремонт учреждений культуры, инфраструктуры, ЖКХ. В этом году на программу власти потратят 327,5 миллионов рублей. Заявки подают муниципальное образование. Максимальное количество проектов зависит от численности населения в каждом населенном пункте, либо от количества населенных пунктов в муниципальном образовании. 15 января Следственный комитет отмечает день своего образования как самостоятельного государственного органа. Это произошло в 2011 году. Сотрудники находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаивают интересы страны, а также защищают права и свободы граждан. Старшему следователю Рязанского межрайонного следственного отдела лейтенанту юстиции Зубарева Юлия Андреевна. А вот следователем Юлия Зубарева быть не планировала. На третьем курсе юридического вуза попала на практику в Рязанске межрайонный следственный отдел. Здесь, говорит, большую роль сыграли наставники, которые помогали, подсказывали. Главные дела, которые находятся у нас в производстве у каждого следователя, они разнообразные, то есть то экономических и до общеуголовных. Здесь следователю необходимо разбираться практически во всех сферах. То есть наша работа, она не стоит на месте, мы постоянно развиваемся. Первый выезд помнит до сих пор. Как водится, убийство. Говорит, пока ехала, переживала, мало ли, что с ней случится. На деле же в обморок не упала, плохо не стала, потому и на месте преступления отработала, что называется, на пять. А после работа в должности общественного помощника. И вот в 22-м году Юлию Зубареву взяли на должность следователя. Я с детства любила и до сих пор люблю смотреть фильмы, сериалы про расследование. Но на практике, конечно, наша работа кардинально отличается от этого, поскольку мы не бегаем за преступниками с пистолетами и не расследуем одно только дело. У следователя вообще на столе может находиться порядка десяти уголовных дел. И каждому нужно выделить время. То есть у нас нет такого, чтобы мы неделю занимались только одним делом. Каждое нужно проанализировать, собрать доказательства. После множество уголовных дел об убийстве и дел общеуголовной направленности. За больше, чем год работы следователем нареканий к ней, говорит начальник, нет. После назначения проявилась себя только с положительной стороны. Ее дела отличаются аккуратностью, всесторонностью. Допросы всегда объективны, с выяснением мелких деталей. Несмотря на то, что отработала чуть больше года, на ее счету больше пяти расследованных преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вера здоровью, связанных с убийством граждан, по ее уголовным делам оправдательные приговоры не выносились. По ее всем уголовным делам собрана достаточно доказательная база, в результате чего фигуранты уголовных дел понесли наказание в виде длительного лишения свободы. От простого «попробуй» до нескольких лет работы в Следственном комитете. От общественного помощника до старшего следователя. У Юлии Зубаревой уже есть ведомственные награды и благодарственные письма. Тем не менее, говорит, работает она совсем не за награду, а чтобы преступник понес свое заслуженное наказание. 12 января в павильоне Роснефти на международной выставке-форуме «Россия» прошел день Рязанской области. Посетителям экспозиции «Роснефть» и «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» представили яркую культурно-развлекательную программу. Эта черная жидкость по консистенции напоминающая скорее смолу русская нефть. От всех остальных она как раз и отличается своей густотой из-за большого содержания этих самых смол. Вся палитра цветов черного золота представлена в павильоне Роснефти на ВДНХ в рамках международной выставки форума «Россия». Наши нефтепродукты обладают высоким качеством, применяются в довольно суровых условиях. Рязанская нефтепаркская компания – один из крупнейших активов компании Роснефть по переработке. Мощность по переработке нефти составляет 18 миллионов тонн в год. Количество технологических установок – 28 единиц. Все эти установки позволяют нам производить нефтепродукты высокого качества и быть лидером в нефтепереработке среди нефтепродуктов заводов России. Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая представляет Роснефть, в нашем регионе производит на рынок больше 30 видов высококачественной продукции. Помимо автомобильных бензинов АИ-92 и АИ-95, есть так называемый гоночный АИ-100 и экологичный бензин Евро-6. Отгрузка продукции идет в 63 регионы России. В области нефтезавод ведет социально ответственный бизнес, регулярно оказывая помощь учреждениям образования, здравоохранения, культуры. И обо всем этом можно было узнать в павильоне Роснефти на ВДНХ. Притом не в формате скучной лекции, а в квизах и интерактивных играх. В Рязанском музее путешественников открылись сразу две выставки. Обе на праздничную тематику. Экспозиции «Новогодняя открытка» – это работы фотографов со всей России. Выставка «Рождество со всего мира» – почтовые марки из коллекции Владимира и Алексея Туарменских. Послать открытку нужны что? Марки. И здесь представлены десятки стран мира и сотни марок, которые описывают Рождество в двух аспектах. Исторические аспекты и этнографические традиции. Каждая марка отражает эволюцию восприятия Рождества Христова на протяжении многих лет. В средние века у праздника был чисто религиозный характер. С течением времени он оброс светскими обычаями. Например, традиция дарить друг другу подарки появилась только в 16 веке. То есть та специфика рождественских праздников, которая возникает в результате преломления этого праздника в специфике местных культур. Это Австралия, это Америка, это Африка и так далее и тому подобное. А вот новогодние открытки отечественные – это работы фотохудожников со всей России. Жанр ПФ существует уже более века и расшифровывается как «пофиличета», то есть в переводе с итальянского на «счастье». Традиционно такие вот открытки, но маленького формата, фотографы дарят своим близким и коллегам в зимние праздники. Конкурс «Новогодняя открытка» проходит уже пятый раз подряд. И каждый раз работ все больше. В этом году из двух тысяч ПФ-ок отобрали 200. Экспозиции сделали не только в Рязанском музее путешественников, но и в библиотеке имени Горького и художественном музее. Я организаторам выставки прислал все 200 работ. Они отобрали на свой взгляд самые, которые им понравились, чтобы свою экспозицию разместить. В художественном музее там другие люди, другие эксперты, другие вкусы. Там выставка чуть-чуть другая, она отличается. Но в библиотеке там развернутое отдельно одно крыло. Детские фотоклубы и отдельные взрослые. Вот всегда будет интересно посмотреть, как детские, начинающие фотографы, как творят, и как взрослые. Я вам скажу, вот интересно посмотреть, потому что видение разное. Энергетики в детских больше, мастерства больше во взрослых. Все равно очень интересно. Кстати, у жанра ПФ существуют и русские версии расшифровки. Самые популярные из них – поздравительная фотооткрытка, подарок фортуны, полет фантазии и позитивная философия. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Банк России продолжает выпускать памятные монеты. На этот раз серебряную трехрублевку посвятили 300-летию Российской Академии Наук. Монета пополнила серию исторических событий, а ее тираж составил 3000 экземпляров. На оборотной стороне монеты можно увидеть рельефное изображение здания Президиума Российской Академии Наук и фрагмент юбилейного логотипа в цвете на фоне графического изображения нейросети. Ниже художники-медальеры на фоне паттерна, разработанного к 300-летию РАН, разместили композицию из предметов, которые символизируют различные отрасли науки. Среди них, например, книга, глобусы, сосуд гигеи. Композиция выполнена в технике лазерного мотирования, которая позволяет передать рельеф и полутона. Академия Наук появилась по распоряжению императора Петра I по новому стилю 8 февраля 1724 года, когда Академия в Санкт-Петербурге стала первым высшим научным учреждением Российской империи. Ранее Банк России опубликовал видео еще одних новых памятных монет, уже из серии «Российский спорт». Они посвящены трем российским клубам – ЦСКА, Динамо и Локомотиву. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы весной 1923 года, Локомотив – в январе 1936 года. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России, клубы воспитали многих чемпионов, футбольные команды неизменно борются за призовые места в чемпионате России. Цвета ЦСКА сейчас защищает и уроженец Рязанской области, полузащитник Константин Кучаев. Номинал выпущенных серебряных монет – один рубль, на них можно увидеть рельефные эмблемы Центрального спортивного клуба «Армия», Общества «Динамо» и Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив». Монеты изготовлены качеством пруф, тираж каждого вида – 10 тысяч штук. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова